Всем привет! Вы смотрите третью серию туториала по постройке принтера в Майнкрафте. В прошлой серии мы закончили на том, что сделали особую систему, которая позволяет писать на нашем листочке бумаги, сделанном из песка, особые буквы. Теперь, сегодня мы займемся, пожалуй, такой системой, которая позволит эти буквы печатать, то есть позволит нашему листочку бумаги выползать вниз из этого отверстия в принтере. Ну и, к слову, без вас я сделал парочку дополнительных букв, которые позволят нам как-то разнообразить наши будни. Вот так. Значит, как же это дело будет печатать? В принципе, довольно просто. Нужно всего лишь заставить вот эти поршни выдвигаться поочередно, то есть друг за другом. Поршни находятся вот здесь вот, их сейчас нужно как-то подключить к Redstone. Ну, простейший способ подключения, это, пожалуй, поставим здесь Repeater, поставим здесь Redstone, поставим где-нибудь вот здесь Repeater, вот так вот, и поставим здесь вот такой Redstone. Далее воспользуемся командой Stack на дублирование, и продублируем систему до конца. Так, Stack, по-моему, там 54 штуки было, если я не ошибаюсь, ну, вроде как-то так. И теперь нам нужно сделать так, чтобы все поршни выдвигались одновременно, то есть чтобы у нас не было визуально никаких глюков, то есть чтобы каждый поршень был одновременно друг с другом выдвинут. Для этого всего лишь возьмем факел и поставим в каком-то произвольном абсолютно месте, пусть-то бумага печатается, хрен с ней. Мы видим, что здесь система остается на три блока, то есть не запитывается. Поэтому поставим факел где-нибудь здесь вот, то есть ровно три блока туда вот. Так, еще один блок нужно. И, короче говоря, все факелы здесь выдвинуты. Отлично. Теперь идем туда и ставим факел примерно где-нибудь, ну, скажем, по центру вот здесь вот. Главное, чтобы все абсолютно Repeater были запитаны. Поставим вот здесь вот. Так, там сигнала хватает и здесь также сигнала хватает. Все. То есть где-нибудь здесь необходимо сделать отдельную систему подключения. Вот так вот. Сделаем это репикторами, пожалуй. Вот так вот. Раз. И внизу также аналогично два. Вот. Теперь воспользуемся командой Stack, чтобы не делать все вручную, потому что мне это дико лень. Stack примерно 20 блоков. Чуть побольше, 28, например. Отлично. Я угадал. Так. Теперь поставим здесь Repeater. Поставим здесь Redstone и поставим здесь также Repeater. Вот. Отлично. Теперь каким-то образом нужно примерно в центре запитать всю основную систему. Так. Здесь уберем лишние блоки, чтобы не мешались просто. И, короче, заставим нижний и верхний ряд подвигаться абсолютно одновременно. Ну, где-нибудь по центру поставим для начала рычаг, чтобы нам было понятно хотя бы где примерно запитывается все это дело. Ну, пока что вроде все срабатывает. Так. Внизу не хватает сигнала. Вижу здесь не хватает сигнала и не хватает сигнала вон тут. Отлично. То есть нужно как-то сделать так, чтобы снизу хватало сигнала. Давайте попробуем обмануть систему. Ставим, скажем, здесь вот так вот блок и вот так вот посмотрим, будет ли. Да, отлично. Мы систему обманули. Короче, лайфхак такой маленький. Вот. Теперь у нас везде хватает сигнала. Так. Песок, я думаю, потом можно будет с чистой совестью удалить. А сейчас займемся самым интересным. Нам нужно посчитать, сколько раз необходимо выдвинуться поршням. То есть именно какое количество раз. Чтобы полностью вся эта офигенно напечаталась. Так, эту хрень мы удаляем. Вот. Командой. Replace 12. То есть эти песка и 0. Вот. Идем сюда. Берем в руки песок. Ставим ровно 7 штук. То есть величина нашей бумаги 3, 4, 5, 6, 7. Отлично. И теперь посмотрим, сколько раз необходимо нам в нашей системе сработать. Так. Ну, всяко там где-то около 7 будет. 1, 2, 3, 4, минимум 7. 5, 6, 7. Окей, посмотрим, сколько у нас здесь блоков. Нужно еще сделать так, чтобы она выдвинулась примерно 2 раза, как минимум. Так. Раз. Ой, блин, там, кажется, не заключилось что-то. Ну ладно, сейчас посмотрим. И 2. Да, отлично. То есть ровно 9 раз. Нужно сделать так, чтобы у нас было ровно 9 импульсов. Чтобы весь песок полностью осыпался вниз. Так. Как же сделать систему, которая будет давать ровно 9 импульсов? Ну, конечно, можно поставить какую-нибудь длинную-длинную цепочку из репиктеров, которая будет выдавать на какой-нибудь там гигантский отвод вот такой вот сигнал. И чтобы их было ровно 9 штук. Но это, по-моему, не очень интересно. Давайте как-нибудь разнообразим нашу систему. Так. Поставим где-нибудь здесь клок-генератор, который будет постоянно активировать нашу систему. Ну, скажем, вот таким вот образом. Почему бы и нет? Если мы сделаем на компараторе, то есть теперь, если мы поставим здесь какую-нибудь побольше задержку, чтобы у нас было нормальное для сигнала. Так вот, у нас будет постоянно работать клок-генератор. Здесь будет постоянно двигаться больше. Далее. Но нас не устраивает, что он постоянно выдвигается. Поэтому нужно сделать так, чтобы он выдвигался строго в определенное время. Поэтому давайте поставим где-нибудь здесь, ну, самую такую банальную вещь от ячейки памяти. Вот так вот. так вот так вот и чеками сидел с простейшим образом так вот так и вот так вот вот золотая заработать в ней записал сигнал так давайте бросим ее бардак 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 сбросим ее как-нибудь боже мой ну кошмар ну ладно сделаем немножко по-другому чтобы нам было удобнее с ней работать вот таким вот образом потому что всегда если смотрите вот так вот то всегда сигнал приходящий на этот блок активирует вот этот уже слон факел такая стандартная вещь а чтобы сбросить ее необходимо нам бы так гораздо проще но 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 почему 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 не сбрасывается а здесь факела нет понятно так немножко фейлова получается ну ладно короче как только мы записываем сигнал начинается начать работу свой клок генератор а через некоторое время после своего начала своей работы должен затухнуть то есть время это естественно ассоциируется с репитерами а то есть после начала мы здесь давайте поставить давайте поставить факел такой же аналогичный это этому будет настоять длинная длинная цепочка из репитеров которые через некоторое время будет сбрасывать эту чайку память то есть нужно рассчитать такое количество репитеров которые будут сбрасывать саму память это мой взгляд такое нестандартное решение которое способно как-то разнообразить вот эту всю систему голематью а но 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 если у нас сигнал будет записан чайку память сейчас посмотрим давайте подключим ее нормально пока что просто рэдстоун для примера если мы запишем сигнал нашей чайку памяти то у нас он пойдет длинным-длинным вот таким мыс ​постоянным тем что так он сбросит чайку память он долго-долго-долго от меня Прикиньте чтобы здесь будет огромное количество репитеров и все они так будем долго от лагивать это не вариант а тогда воспользуемся простейшим устройством к генератор коротких импульсов то есть поставим здесь простейший генератор коротких импульсов вот так чем можно из принципе поставить редстоун вот дел Karreau такой самый компактный самый довольно таки аккуратненький так Так, потом воспользуемся командой stack, здесь ставим redstone, здесь ставим repeater на полную задержку, и один на задержку 0. Вот, это самый простейший колок-генератор, ой, генератор коротких импульсов, вот, вот. Так, сдублируем наш repeater несколько раз, stack 4, stack 5, вот, и подведем его к ячейке памяти, то есть к взрослому. То есть теперь у нас после активации ячейки памяти будет идти небольшой такой короткий симпатичный импульсик, который будет сбрасывать ячейку памяти. Вот так, в принципе, все довольно просто. Теперь дублируем эту систему, ну, еще, наверное, раз 5, вот такая будет она длинная, она довольно длинная, ничего страшного. Так, ну, а после сброса ячейки памяти, пусть у нас обратно будет спавниться чистый такой кусочек песка, потому что мы будем что-то новое наверняка печатать. То есть после сброса ячейки, после окончания печати, должна заново спавниться у нас бумага, вот так вот. То есть где-нибудь здесь вот примерно, ну, в этом, скажем, месте, с помощью так вот блока, сделаем отвод сигнала, вот так вот. Здесь поставим задержку 0. И давайте теперь смотреть, сколько нам необходимо времени на ячейку памяти, то есть чтобы полностью закончили работать наши поршни. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть сейчас тупо вручную подбираем задержку на этих репитерах и смотрим, сколько необходимо времени, чтобы подвинулась эта системка. Ну, как это, тупо методом тыка делаем это все. Берем здесь ротстоун, ставим выключатель, ждем, пока у нас окончится работа. Смотрим. Видите, не хватило, то есть нам нужно примерно еще, ну, репитера, наверное, добавить три-четыре, наверное, чтобы хватило точно. Так, берем так вот, командой, пожалуй, два, наверное, вот так вот сделаем даже. Ну и вот так, и закольцуем систему. Так, теперь удаляем, единственный минус, а мы уже удалили, все песочные блоки, делаем эту фигню обратно, и ставим опять выключатель. Подберем систему, уже будет нормально. Посмотрим. Ладно, чтобы не было лишних импульсов. Не хватило еще одного импульса, поэтому поставим здесь, пожалуй, еще один повторитель, нам не повезло. Немножко. Так, ну и вот так вот. Так уж точно с гарантией его хватит. Так. Удаляем, и последний раз. Так, если будет что-то лишнее, то мы просто сокращаем задержку, и все будет прекрасно работать. Отлично. Отлично. У нас полностью система идеально сработала, полностью выдвинулись все наши блоки песка, вот ровно досюда. Ну и, в принципе, она готова к работе. То есть, нам теперь необходимо всего лишь подключить вот эту кнопочку к кнопке печати, которая находится примерно вот где-то здесь, вот наверху. Вот на кнопке печати, то есть она справа, я решил ее сделать здесь. Теперь всего лишь нам нужно как-то от нее отпустить сигнал. Поскольку у нас ножные плиты находятся по периметру той фигни, беленькой, то мы сделаем также внизу аналогичную хрень, то есть в виде периметра такого. Вот, и подключим к нему ростон. Вот. Ставим здесь ростон. Х. Ставим здесь какую-нибудь хреновину такую, которая позволяет нам ростон опускать. Ну и как-то вот убираем сигнал. Сразу поставим здесь репитер, чтобы у нас не было никакой разницы в длине сигнала нигде. Вот таким вот образом. И будем опускать сигнал вниз. Опускать будем простейшим образом, банальной лесенкой вот такой вот. Можно даже для простоты поставить здесь постоянный выключатель, чтобы он как бы горел. И тем самым мы сможем точно подобрать длину сигнала, количество репитеров определенное. Ну и так далее. В принципе, довольно дело нутное, но так ладно. Мы должны сделать это. Так, как-нибудь вот здесь, интересно, можно подвести? Наверное, можно. Будет, наверное. Должно хватить блоков. Так, посмотрим. Так, 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 так. Немножко звук потише сделать, чтобы не мешало так. Сильно. Такс. Немножко, похоже, не хватает, но ладно. Не впервой. Сделаем как-нибудь вот так вот все это дело. Обведем систему вокруг пальца, так сказать. Так, удаляем эти лишние блоки, чтобы не мешались. Вот. И всего лишь подключаем к системе активации нашей мигалки. Вот таким вот образом. Такс. Т-т-т-т-т-т-т-т-т-т. Так. Ну и теперь подводим Redstone. Можно, конечно, это было сделать с помощью беспроводного Redstone. Как-нибудь. Но это, по-моему, довольно-таки уже неинтересно. Потому что, сука, можно. Minecraft превращается в какую-то фигню уже с этим беспроводным Redstone. Поэтому надо сделать что-то на классике уже. На стандартном Red. Поэтому ставим здесь повторитель. Вот так вот. Вообще, конечно, немножко раздражает то, что Манжанг делает с Minecraft. Именно вот в плане этого беспроводного Redstone. Команда Fill. Могли бы сделать, на самом деле, какой-нибудь инструмент, который позволял бы работать с именно командными блоками довольно удобно. То есть могли бы сделать какой-нибудь аналог MC Edit, так скажем. То есть уже встроенный в Minecraft. Ну, что-нибудь хотя бы. Я, конечно, понимаю, что лошадь для Minecraft гораздо важнее, чем MC Edit. Но все равно как-то неприятно. Так. Отключаем всю эту фигню. Там где-то сигнал до скольки не хватает. Ну, ладно, сейчас посмотрю. До скольки там сигнала не хватает. Ну, понятно. До сюда. Теперь отключаем фигню. И ставим последний репитер, чтобы у нас система не включила. Где-нибудь репитер поставим где-нибудь вот здесь вот, скажем. Чтобы с гарантией его хватало. Даже вот здесь вот. Так. Теперь, поскольку у нас система печати готова, давайте сделаем системку, которая будет включать и выключать принтер. То есть включать нашу мигалку основную, которая будет добавлять и удалять скорборды необходимые нам. Короче, сделаем некий аналог от этой фигни. Так. Это будет довольно удобно, потому что нам не придется создавать скорборды вручную при, скажем так, том случае, если мы захочем запихнуть, захотим запихнуть этот принтер на другую карту. То есть поставить нашего сервера, например. Вдруг захотим. А мы захотим, потом вам сидите, будем еще работать, короче, с этой картой. Потому что здесь пустой мир, он некрасивый, нифига. Нужно будет его как-нибудь поинтереснее сделать. Так. Сделаем здесь простой Т-триггер, который... То есть кнопочный выключатель. Который будет менять свое значение с нуля на единицу и наоборот. При нажатии вот этих кнопочек. Делается он простым способом. Ставим репитер. Ставим репитер сюда. Ставим репитер на максимальную задержку. Текс. Ставим здесь факел. Ну и, короче говоря, вот такую системку. Это простейший клок-генератор такой, замкнутая цепочечка. А это простейшая блокировка сигнала. То есть он на время будет снимать блокировку. И, соответственно, фигня эта будет менять свое значение. Давайте посмотрим. Нажмем. Она сейчас горит. Нажмем еще раз. Она сейчас, по идее, должна не гореть. Так, не понял. Не понял. Почему? 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 Так, вроде все нормально. Срано. Так. Так, так, так. Все нормально. Давайте сделаем вот так вот. Я не понял. Это же самая простейшая вещь, короче, в Майнкрафте, которая только существует. Она не может не работать. Так, он сейчас выключен. Замечательно. А сейчас, если включим... О, заработало. Неожиданно, короче. Ну, ладно. Бывают какие-то такие баги, которые сильно раздражают. Вот. А, теперь сделаем отвод от этой фигни, то есть от нашего Т-Триггера к лампочке, которая будет символизировать, включен наш принтер или нет. Давайте его включим. Пусть это будет в состоянии так называться со включенным, в общем. Поставим здесь два факела, чтобы опустить какой-то сигнал пониже. Поставим здесь еще два факела. Вот. Как-нибудь подключим от нашего Т-Триггера сигнальчик к факелам. Вот таким вот своеобразным образом. С помощью двух репитеров, редстоуна и вот такой вот системки. Ну, и, короче говоря, вот. Через двойную версию он будет нормально гореть. Теперь давайте мы, пожалуй, опустим сигнал вот донизу, то есть как раз до главной системы мигания, примерно досюда. Как-нибудь вот так вот. И потом будем заниматься созданием и удалением уже скорбордов самих. Так. 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 Где-то повыше надо. На самом деле здесь на красоту особо вращать внимание не стоит, потому что это все-таки система внутренней, внутреннего, так сказать, принтера. Так что, в общем-то, пофигу. Так. Здесь всяко постребуется поставить репитер сейчас. Поставим репитер вот здесь вот. Теперь опустим сигнал вот таким вот образом. И поставим обязательно вот здесь репитер, потому что эта система рассчитана на максимальный сигнал. То есть поставим здесь репитер, еще один. Поставим redstone. И давайте отключим наш принтер, чтобы не мешался просто. Вот. И поставим здесь сигнал, чтобы мигалка не мешалась. Так. Теперь самое интересное. Нам необходимо сделать систему удаления скорбордов. Ну, логично, что при выключении они должны просто удаляться. То есть выключил принтер, они удалились. Отлично. То есть берем командный блок. Сейчас в данный момент принтер выключен. Поэтому давайте здесь где-нибудь сделаем такую удобную площадочку. Вот здесь вот, скажем. Довольно-таки занятно здесь будет. Вот. Эта площадочка будет для, скажем так, удаления команд. Так, поставить командный блок. Блин, да что за... Глюки, кажется, стимбаки там. То есть команда блок просто берет и пропадает из винта неожиданно. А вот эта площадочка будет для добавления команд. То есть рядышком напротив. Отлично. То есть при выключении принтера, как сейчас в данный момент находится состояние, то есть он выключен. Пишем команду scoreboard objectives remove cannon. То есть он будет полностью удалять нашу систему всю. Из системы scoreboard. А при включении принтера будет делать то же самое, только objective added cannon. И параметр dummy. Dummy я не знаю, что означает. Скорее всего, то, что система работает не с какими-то там параметрами убийства игроков, а именно с ферстоуном. Вот так вот. Дальше ставим небольшой репитер. Далее ставим scoreboard objective с display CD-bar cannon. Вот так вот, то есть при включении принтера. Ну и в общем-то все. То есть он будет по умолчанию при удалении ставить на 0 очков, а при включении будет, короче говоря, добавлять команду и делать ей такую фигню в виде CD-бара, сайдбара. Довольно-таки занятно. Так, теперь идем наверх. Это еще, конечно, пока не все. Мы потом сделаем еще одну интересную систему. Давайте ее включим. Снова выключим, чтобы система сработала. Видите, система удалила. И снова включим. Добавила, но пока что здесь не отображается, потому что у нас 0 очков. Если мы сейчас себе вручную добавим, короче говоря, очки, то они у нас прекрасно здесь отображаются. То есть система уже имеется. Это scoreboard objectives list. То есть у нас Canon уже как бы имеется. Вот. Далее. Что же нам теперь осталось еще сделать? Ну, в принципе, осталось только протестировать нашу системку. Давайте только выключим принтер, чтобы не было такого бардака. Пойдем сейчас, скорее всего, в мир 1.8 и посмотрим, чего мы добились. Вот так вот. Так, единственное, что пока что, пока что у нас при печати нет заново, нет спавна песочного массива, который нужно здесь все-таки сделать. Наверное, сейчас давайте закончим на этом и пойдем уже тестировать. Так, отспавним здесь снова песок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Выделяем. Сет 12. И нам, короче говоря, полностью при закончании печати необходимо, чтобы вот от этого уголка, вот до того уголка, заново использовалась команда fill. То есть заполнялась эту хрень песком. Это довольно-таки проблематично сейчас сделать будет, но давайте все-таки это сделаем. Вот у нас место окончания печати. Давайте сделаем, чтобы это было через небольшую задержку. После окончания печати тут мало ли там что-то еще будет двигаться. То есть так вот через два репитера. Ну и сойдет, в общем. Здесь поставим командный блок с командой fill. Вот. И ведем, собственно, саму команду fill. 0, 0, 0, 0, 0, 0, minicraft. Send, 0, replace. Minicraft, я все правильно написал. Так, хорошо. И теперь необходимо вычислить координаты вот этих уголков. Это будет довольно-таки трудно. Если не сказать кошмарно. Так. Давайте посмотрим, над каким блоком находится повыше, естественно, чтобы этот командный блок. Чтобы нам было просто поудобнее это делать. Так, мы сломали ростон. Жалко. Ладно. Удобством тут не повлечешь. Так. Выделяем тогда по оси... Так. Х. По оси Х. Уделяем вот эту фигню. И смотрим количество блоков. Вплоть до... До-до-до-до-до. Так. Как неудобно, это все кошмар. Вплоть до... Песок вон там находится. До... Сюда. У нас здесь ровно 13 блоков. Так. М-на-на-на-на. Х-минус 13, потому что у нас х уменьшается вот в эту сторону. Далее. Нужно найти координат того уголка по длине. Поэтому восстановим нашу систему обратно. Так. Ищем координат того уголка. Так. Выделяем. Идем сюда, идем сюда, идем сюда, идем сюда. Так. Так. Тихо, 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 тихо. Вот до сюда. 29 по оси Z. Причем Z уменьшается у нас. Так. Минус 29. И по... По, 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 по... По Y у нас примерно... Так. Раз. И два. Два блока. Так. Здесь составляем минус 13. То же самое абсолютно будет. Только по Z у нас будет. Давайте посчитаем. Не очень-оченько, что удобно. Очень неудобно все. Могли бы как-то более человеческий тест сделать. 25 только плюс 25. Мажанка в этом плане разочаровывая сильно. Так. Теперь. Выясняем по оси Y. Какая фигня у нас. Так. Командный блок. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь. Отлично. Надеюсь, мы запомнили все это дело правильно. И у нас после окончания печати будет, короче говоря... Ммм... Блин, что у меня клавиатура отключилась. Это неприятно. Так. Прошу прощения. Сейчас переподключим ее. Я двигаться не могу. Это кошмар. Так. Во. Ту-ду. Подключилась. И... И-и-и-и-и-и-и. Необходимо также, чтобы после окончания печати у нас система сбрасывала наше значение на ноль. То есть, чтобы полностью сбрасывалось. Так, дождь все откажись. Да. Поэтому давайте добавим сюда еще один командный блок, который будет делать нам очки на ноль. То есть, scoreboard, player set, собака А, наша канон, уже злосчастная, канон и ноль. Вот. По идее, все готово. Отлично. Так что, давайте пойдем сейчас в мир 1.8, в наш клиент и потестируем нашу системку. Так. Save all и disconnect. Итак, заходим на карту. Появляемся примерно в том же месте. И давайте для начала включим наш принтер, чтобы убедиться, что все работает. Так. Нажимаем кнопочку включения. У нас загорается наша лампочка. Все scoreboard автоматом добавляются. И давайте введем свою первую фразу. Так. М А М К У Мамку. Так, комп вот здесь не работает. И давайте посмотрим, напечатались наши фразы. Напечаталась полностью. И теперь мы можем полностью понажать на клавишу print. Распечатать нашу фразу уже перед принтером, то есть на настоящем листочке бумаги. Вот, которая пока что неизвестно откуда берется. Нажимаем на клавишу print. Бумага у нас заново вылезает. Не заново, вернее, просто вылезает. Вот. И все полностью печатается. Главное, чтобы при этом не крошился песок. То есть нужно сделать так, чтобы песок не крошился при постройке. Мамку. То есть отличная вещь. У нас принтер полностью работает и уже позволяет печатать целые фразы. Пока что из тех букв, которые у нас имеются. Но он работает. Так, здесь там, видимо, отлагало или нет. Секунду. Да, там отлагало просто. Хорошо. А теперь по-хорошему нужно сделать так, чтобы по нажатию на вот эту клавишу все написанное удалялось. Чтобы у нас здесь также спавнился песок. И также, чтобы песок здесь стратился, чтобы было как в настоящем принтере. Но этим мы займемся уже в следующей серии. А на этом сегодня хватит. Нам, в принципе, довольно неплохо потрудились. И на этом с вами прощаюсь. Надеюсь, вам этот туториал понравился. Увидимся в следующих сериях. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok